Слава Украине! Привет всем от Полонского! Пару дней назад Путин заявил, что его страна бензоколонка списала долги африканским странам на более чем 20 миллиардов долларов. А как хорошо, россияне! А вам повышают газ в 4 раза, стоимость газа. Да? Вот это тоже, это в одно и то же самое время. Сначала повышают стоимость газа для промышленности. Ну вы же сами прекрасно понимаете, что сегодня для промышленности, а завтра для всех остальных, тем паче, что повышение в 4 раза для промышленности означает автоматическое повышение цен для вас абсолютно на все, в пропорции. Вы же все это прекрасно понимаете. И за все, в результате вот этого повышения газа, будете платить вы. Ну а Путин прощает вот эти деньги, которые он мог бы, как говорится, переместить вовнутрь России. Он прощает африканским странам. Как зашибись! Это не считая тех миллиардов, 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 которые он вбухал в войну в Украине, и из-за которых вы стали еще более нищими, и еще более убогими, чем вы были раньше. Ну, если вам это все нравится, никаких вопросов нет. Еще одна такая небольшая деталь о приезде вашего царя и бога Дэн Сяопина. Ой, что-то я заговорился. Си Цзиньпиня. Я уже всех китайских лидеров успел перебрать. Но они все к вам относятся приблизительно одинаково, как к заднему двору Китая. Чтобы вы просто понимали пропорции. Вот он Путину сказки рассказывал, рассказывал. Путин вам начал сказки рассказывать о том, как хинди, руси, пхай, пхайу опять меня не понесло ни туда. Это китайцы с русскими братьями, чего никогда в жизни, конечно же, не было. И как Китай построит вторую ветку силы Сибири, вот пресловутого газопровода. Но китайцы, и Путин даже об этом уже верещал. Верещал высоким пальцем, что все, с китайцами договорились. Правда, ниже себестоимости, хрен с ним. Раком, боком с раком. Но как-то мы построим вот этот газопровод, и будет он у нас стоять. И будет еще один великий, никому не нужный проект. Так же, как Северный поток-1, почивший в Бозе, и вместе с ним булькнувший на дно Северный поток-2. Что вы думаете? Китайцы скрутили ему огромный кукиш прямо под его собственную плешь. Сказали, иди-ка ты гуляй, паренек, вместе со своей силой Сибири-2. Сила Сибири-1, кстати, вполне возможно отправиться туда же, не знаю. Но в любом случае она погоды не делает. Еще раз говорю, потому что китайцы газ покупают за копейки. Соответственно, им просто этот газ, понимаете, тут две проблемы. Две причины, почему они не хотят строить вторую ветку. И покупать у вас газ, даже дешево. Все довольно просто. Первое, им просто не нужно столько газа. У них сейчас газа море, и он дешевый. Газ во всем мире дешевеет. Благодаря идиотской политике Путина, поэтому он разоряет Россию. Ну, по ходу дела, понижает уровень стоимости газа во всем мире. Это первый момент. То есть, у них и так газа море. Вообще море, да? Море еще ложка сверху. А второй момент. Они посмотрели, какой вы надежный поставщик газа для Европы были. Да, в кавычках, конечно. Они на это посмотрели, посмотрели, говорили. Э-э-э, нам такой поставщик не нужен. Идите-ка вы с вашим Газпромом, с вашей Россией, с вашими ценами, с вашим Путиным. Куда подальше. Прямо туда вот. К тому деревянному сортиру, который у вас накрывает всю вашу страну. Вот, собственно говоря, и все. И отказались покупать. Это так вот. Знаете, такие события вроде бы разные. Там 20 миллиардов просил. Тут вас, как говорится, одел так, что вы аж запищали. Но вы этого и не заметили по газу, да? И тут же китайцы дали хорошего пиндюка из-за угла. Но все это вкладывается в одну канву. России гоплык. Ну, если по вашему перевести, то Раиса впереди. Слава Украине. Слава Урина. Раиса. Раиса.